Привет! Это обзор прессы Яна Романюк. Газеты пишут и в новогодние праздники, так что начинаем. Газета Михайловского района «Вперед» опасается задействия приезжих автомобилистов. Пешеходные переходы в поселке настолько стерлись, что почти незаметны. Свои водители помнят, где надо тормозить, а заезжей нет. Об этом в рубрике «Фотофакт». Вестник Тернея опубликовал письмо от родителей местных учеников. Придя на обычный школьный утренник, взрослые получили столько удовольствия. Тут были и костюмы, и сюжет, и актерское мастерство. Благодарственное письмо в адрес всех, кто участвовал в организации школьного утренника, так и подписано родители. Что пришлось проделать, чтобы уволенный на пенсию пожарный получил таки положенное выходное пособие, об этом пишет арсеневская газета «Бизнес Арс». Пенсионер едва не лишился семи окладов. Приморские зори из камень рыболова все больше о праздниках. Как правильно накрыть рождественский стол, как это делали раньше, как быть, если поросенка жалко – об этом на страницах Ханкайской прессы. А победа пожарского района пишет об энергетиках, которым предстоит нелегкий год. Впервые за последние 25 лет Приморская ГРЭС, которая дает свет половине края, должна выйти на 6-миллиардную выработку электроэнергии. Это будет напряженный год. Больше угля, больше сил, и тут самое место рекордам. Например, экипаж цеха топливоподачи уже принял за рабочую смену 117 полувагонов угля. Рекорд за 40 лет. А значит, все получится. Это был обзор районных газет. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова